Вот, и чтобы этого с нами не случилось, нужно обмануть искусственный интеллект, который мы же сами в будущем и создадим. То есть пойти по другому пути. И этот путь, ну, это не окончательный ответ, а лишь отсрочка, выигрыш времени для поиска этого ответа. Это предоставить каждому человеку, на Земле за всё время человечество живёт и проживало 100 миллиардов человек. А прежде чем появятся проблемы искусственного интеллекта, надеюсь, будет ещё больше. Вот, и каждому человеку дать возможность самому создавать этот пузырь познания опыта, научиться взаимодействовать не в рамках одной структуры, а взаимодействовать вот этими результатами. Вот, и тогда, безусловно, искусственному интеллекту будет нас поработить гораздо сложнее. Гораздо сложнее заключить опыт и познание человека в некоторую матрицу, из которой просто уже не будет выхода. Вот, ну, скажем, это отсрочка вот в один блок. Но, получив эту отсрочку, мы обретаем шанс найти решение проблемы. Но, это всё уже дело далёкого будущего, которое нам неведомо. А что мы имеем сейчас конкретно? Мы имеем три новые оси координат. То есть, новое пространство картины. Мы имеем потерянный нулевой блок, по сути, единство ощущения и познания. Как пространство. Не как точку, а как огромное пространство, отражением которого является всё, что мы способны понять и ощутить. Вот, само пространство, оно неизмеримо больше. Ну, оно не то, что неизмеримо, а оно вот является, оно образуется вот этими двумя координатами опыта и познания. И расширяется, расширяется, расширяется. Вот, также мы имеем сферу. Ну, она очевидна. Пространство картины, плоское, сферическое. Ничто не мешает собрать все картины, сложить вместе и образовать эту сферу. Ничто не мешает собрать все картины всех людей, нарисованные или, значит, только в существующей воображении или воспоминании. В множестве вариантов воспоминаний и окружить планету вот этими множественными оболочками, вот этой вот новосферой. Вот. Который. Который. Продолжение следует...